всем доброе утро попробуем потянуть поставил свою тянуловку крутим болт там пластина а вот так и будем тянуть не хочу ничего отрезать так вытянем потом отсверлим дальше заднее стекло пока не срезают тоже не хочу пока утро я по утрам такой ленивый поэтому так попробуем вытащить есть еще проблема у нас одна с вами у нас крыло новое до этого момента а запчасть которая будет я так думаю до этого или до этого у нас нет кусков кусков крыла с вами поэтому поэтому я щупка не знаю может быть все таки купят еще одно крыло с этим всем кусков или часть как-то крыла и мы как бы есть дурные мысли и вот это все оставить поменять только там например вот раз два три тип так ладно не знаю то я гоню не и она менять но мы еще посмотрим но ставлю приспособу и тяну сейчас нам главное вытянуть вот и вот здесь четыре сантиметра ну и оттащить чтобы визуально было ровно и когда будем тянуть нам же угол надо весь осадить поставим нивелирку будем смотреть осаживается не осаживается если не осаживается ладно вытащим то отсверлим потом попросим угол вниз тяну и Продолжение следует... Итак, немного оттащил. А здесь, конечно, нифига наверх не подошла. Она подошла на миллиметра три только. Ещё надо на семь миллиметров вверх. Но это пока не важно, нам же важно этот угол. Это что тут? Короче, я тут отстучал. Это мы, наверное, всё равно меняем. Отстучал. Всё, тут уже тянуть ничего не надо. Здесь примерно отстучал. Не знаю, увидите, не увидите. Вот эта линия уже почти нормальная. Может быть, ещё чуть-чуть сюда вот есть. Да хотя оно и было там на пять миллиметров. У нас складка уменьшилась, но есть. Но эта линия уже нормальная. Уже, по сути, не надо никуда это щить. Туда не надо. Так, значит, первый нивеллер у нас светил на отверстие. Второй нивеллер у нас светил на крыло. Я вот карандашиком наметил. Линии, чтобы видеть, куда что уходит. Здесь видно сантиметр уже опустился. А здесь, кстати, уже и полтора опустился наш. То есть, потянули вот это только сюда. А у нас всё взяло и осело. Может, не так прям. Может, вот так. Ну, то есть, задняя точка тоже осела. Но она на сантиметр. Там ещё пять миллиметров нет. Но уже... Тринадцать миллиметров убрали. Правда, мы ещё ничего не дотянули. Так, теперь... Теперь... Так, эта точка ещё не подошла на своё место. И здесь у нас... Уж помните, у нас здесь выше. А здесь у нас ниже. То есть, здесь надо сюда. Здесь надо сюда. Поэтому, если схватиться здесь и потянуть, тогда будет надуваться стойка. Этот угол будет вниз. Этот будет вверх. Но... Но так как проще взять вот так стойку отрезать. Руками её вывернуть. И потянуть вниз уже отдельно зажимом. Мне кажется, так проще будет. Нивелир на целую сторону. На верхнюю... На центр верхнего болта. Вот светит нивелир. Сделал точку. Вот светит нивелир. Сделал точку. Перенёс нивелир на другую сторону. Точка. Точка. Должен светить. Подождите. Я же забыл. Мы вчера были в суши-баре. Поэтому у нас есть палочки. Это же наело не ломая. Я их вытер, их помыл. Все не чистенькие. Ну, я как профессионал. Двумя. Значит, я навёл сюда. Я навёл сюда. Теперь этот лучик должен светить вот сюда. А у нас стойка теперь на 2 сантиметра ниже. Вопрос. Она была ниже или это мы так накосячили? Сейчас померяем крышу. Ну, мне кажется. Ладно, меряем крышу. Вчера, когда мы направляли нивелир на кантик, у нас этот кант был выше. Сейчас вот направил нивелир на кантик. Туда не достаёт. Значит, эта точка уже ниже на миллиметр два. Отлично. Если... Давайте уже возьму рулет, куда померю прям точенько. Значит, будем мерить от средней точки. Видно? Потому что от этой точки я померил, там миллиметр разница. Два, ну, это же как бы ближе к задней части автомобиля. Нам надо центр. Значит, показывает 2 и... 2,8. Видно, да? 2,8. Да ёлки-палки. 2,8. И теперь наша битая сторона показывает... Что тут показывает? Ну, как бы хотелось. Минимальный. Сейчас надо максимальный размер найти. Не, минимальный, минимальный. 2,8. У нас здесь 2,6. 2 миллиметра. Эту стойку надо поднять. А было наоборот. Отлично. Поднять эту стойку очень легко. Надо отбить всё, что тут держит. Нет, не так. Надо где-то отрезать. Перед тем, как резать, направил луч. Сейчас там луч выше. Луч бьёт чуть-чуть выше. Почти центр, но чуть-чуть выше. Здесь луч бьёт на нижний... На нижний отверстий. На край нижнего отверстия. На край, короче, отверстия. То есть, эта точка ещё выше на миллиметров 5. Это мы потом легко её осадим, занимаемся стойкой. По-عση, вы можете твоять скажем, на на council ideas и вы fant 추x personage. Про- dizer-о. Тип-корее. 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 Теперь, перейти. Тип-корее. 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 нивелир на точку кто помнит там было 2 и 8 по моему 2 и 8 сколько правильно 2 и 8 видно же раз раз все центр ладно раз все центр со стойкой покончено теперь бы нам конечно разобраться что мы здесь меняем что не меняем но вот этот короб блин он есть весь сборе там все есть поэтому мы его меняем если мы у меняем вот точки идут поэтому сейчас можно смело убрать усилитель полностью да и короб полностью тоже можно убрать он все равно не надо он только мешает он только размер этот подтягивают сюда теперь достаточно залезть в багажник и попрыгать в багажнике чтобы это четверть осела вниз но у нас может это стойка вниз чуть опуститься но это нам по барабану полностью пофиг если этот угол подойдет вниз мы сможем зажим поставить его закрепить эту стойку потом поднять вообще не проблема будет вот видно кончик крыла здесь у нас видно где кончик у нас до кончика не хватает 33 миллиметра 3 блин а как же вы увидели все это просто знаете раньше там пять лет назад шесть лет назад это такой гимор был вытащить такую такой автомобиль это сейчас бы четверти тут ломал бы вам там стойки птянул бы зазоры выводил бы двери на вешал сейчас как-то попроще сейчас я просто знаю что он дальше будет поэтому сейчас взялся вырезал во первых рукой могу надавить раз видите норма а если попрыгать утра на багажник не держится ну что там мои 70 килл утянули до что имеем нет не по вот вот это тут вообще смотрите вот рука моя раз норма норма не норма можете легкий а ну посмотрите а я пойду салоне попрыгать вот я салоне просто ногой отталкиваюсь что не помогает да не помогло ладно будем дальше прыгать мы упертые мы очень как думаете стекло какой-то лопнет лоб или заднее или нет если бы не было сейчас стекла автомобиля это был очень легко было сделать я думаю хоть фигней страдать во первых кончик 3 миллиметра 2 таких 3 блин тут даже трех нету ну вот об все ровно тут 2 до варианта или кузов слабый или я сильный и конечно ко второму склоняюсь все есть кончик у нас в норме блин всегда можно взять сейчас тяжечку и когда крыло срежем когда-то все срежем сейчас еще вот это все держит если это вырезать то я когда буду прыгать вообще на полтора сантима будут заваливаться нивелир на правил направлен на болт здесь эти пол каменена видно шоу сварочный мой поэтому тоже здесь понимаете плюс-минус миллиметр блин еще пих вы видишь нормально ну я ж не знаю как я тогда я просто не помню тот момент у меня был нивелир мне кажется не был поэтому решим на косячные времена центр до 5 миллиметров 4 миллиметра здесь выше рукой вдавлю не знаю а ну раз нет здесь я уже не вдавлю вот так я о не него вот смотрите вот надавил центр делу вырезаем наверно усилитель помните в описании к пилке я говорил что здесь у меня приварено у макса не приварено надо ли чтобы она двигалась я нашел ответ вообще не надо могу объяснить потому что когда пиляешь такие части есть такие моменты когда металл от другого металла например там на 4 на 3 сантиметра вот эта штука больше не выдвигается если вот эта штука сейчас бы двигалась тогда тогда сейчас я хотел больше момент вытянуть она просто вытягивается вот если бы эта штука двигалась тогда как бы я не ставил ее плоскости у меня по 4 сантиметра пилки бы заходил оттуда а так благодаря что вот есть ножка вот упираешься ножка и ты режешь что у тебя пилка заходит за металл всего лишь на полтора на два сантиметра вот так а если она двигалась тогда мы тогда по на час бы пристала вот так и не получилось бы никак сделать эти эти этот момент чтобы на пилка заходила всего лишь на полтора два сантиметра я вот сейчас вот так вот веду и пиляю не надо вывод не надо следующий этап разберемся с этим углом хотят разбираться две минуты у нас три миллиметра не дотянут поэтому заусилитель закладная потому что здесь угол он как бы туда чуть ушел усилитель толкнул и вот подзабила сейчас вытащим заусилитель и он нам все полностью вытянет или оторвет но надо будет найти нанести кувалдой парочку раз сюда удар так у нас должно быть 135 от отверстия сначала к отверстию 135 без миллиметра надо нанести кувалдой удар возьмем кувалду очень-очень удобно одной рукой вытянул отпущено хотя можно было не тянуть потому что нижняя . у нас норме если бы мы отсверлили порог как он там будут меняться еще не знаю ну пусть путаться если мы отделили порог вот там идет усилитель отсверливается вот этот и отсверлили усилитель блин нужно было всего зажимчик поставить легонько потянуть тут вообще усиление было ну все должно быть 135 сколько у нас 135 может быть без полмиллиметра да по барабану мне на эти полмиллиметра хотя могу потом кувалдой ударить легко когда здесь от сверлится здесь просто сейчас вот это все держит эту точку готова следующий этап определиться это точку надо вперед назад или не надо смотрим диагональ от точки до точки должно быть сто шестьдесят семь вот эта точка вот есть . зацепил хотя опять сколько мне кузову привозили у всех плюс-минус по пару миллиметров сколько размер 160 и видно правильно и всем . зажат полностью туда-сюда ее не надо хотя опять же даже если по на туда ушла какая проблема лапу отпустил или за лонжерон или вот сюда зажим или сюда зажим стяжечка чуть натянул потом порог варил бросил никогда не уйдет никуда не уйдет а сама смешно в этой ситуации я сегодня хотел до вечера вытащить кузов я поработал один час и все я тут еще не вижу чего вытягивать надо все отцеливать отцеливать тоже пока чуть-чуть боязно потому что я не я тут кузов который с которого запчасти буду брать последний раз видел физна когда поэтому мне надо поехать посмотреть тут кузов даже может взять пилку сразу там отрезать там на том кузове нету этой полки нету задней панели то есть вот так отрезать раз туда-сюда вот так отрезать вот так под самый корень отрезать и привести просто там батон есть но батон жалко мне потом я еще мне еще пригодится куда-то ну то есть а когда уже будут все запчасти когда запчасти это вся будет уже в гараже тогда я уже определюсь то что сейчас блин придет сейчас отрежем ту запчасть а вдруг там это этот короб гнилой а мне его блин и сделать не трудно